Я для себя придумал никнейм, он у нас будет... В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами будем находиться на аккаунте, на котором я хочу сделать кое-какое изменение. Это будет изменение никнейма. Да, короче, мне что-то этот ник приелся на это маки. И Захтелов немножко говорит чего-то другого. А вот чего я уже, как говорится, у себя придумал в голове. И здесь я не знаю почему и как, но у меня в голове родилась такая идея. Типа, ник мы меняем на этом аккаунте. И давайте прям замутим мега-мега прям интересный для вас байт. Если под данным видеороликом наберётся 2000 лайков, то я на своём основном аккаунте поменяю никнейм на что-то другое вообще. И кто-то из вас может занять как раз-таки ник Вайдер. Потому что, ну, блин, я не знаю почему. Вот, у многих, наверное, задаст такой вопрос, а чё к чему, чё, зачем и как. Но я не знаю, но зачем-то этот никнейм нужен ребятам. Потому что когда я у нас пытаюсь создать себе новый аккаунт на тесте с ником Вайдер, с моим ником. Вот только тест открылся, буквально прошло 10-15 минут, ник Вайдер уже занят. Поэтому, думаю, это будет достаточно интересная тема, интересное дело. Поэтому для вас, соответственно, такой байтик. Ну, а для меня идём сменять никнейм. И, опять же, будет небольшой такой гайд, потому что многие опять спрашивали, как поменять ник на своём маке. И всё это делается, ребята, очень просто. Заходите в настройки, потом переходите в аккаунт. И здесь и вот такая есть графа. Новое имя стоит это всё делать 2000 танкоинов. И я для себя придумал никнейм. Он у нас будет Парадокс. Кто-то, если помнит этот никнейм, напишите мне в комментарии. Так, Пара-а-а-до-к-с. Типа, как знаете, под, 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 под русские буквы. Ну, не знаю, почему, просто мне так хочется. Кстати, никнейм Ютэ без доната, без проблем, может кто-то из вас забирать. Потому что именно вот сейчас он становится свободным. А у меня новый никнейм на этом маке. Блин, кстати, неплохо, 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 неплохо. Это, знаете, можно всю такую линейку вот этих ютуберских аккаунтов поменять на какой-то, на какие-то другие никнеймы, чтобы, знаете, в битве можно было прям кататься. Меня никто не узнавал. Никто ничего мне не делал. Поэтому, ну, звучит как имба на самом-таки деле. Как-то будет всё у нас в битве, я пока не знаю. Да и в общем-то в танках. Так, окей. У меня здесь есть небольшие миссии, поэтому давайте сейчас зажгём. Всё это пойдём повыполняем. Так, контроль, командный бой и осада. Не там, не там. И, честно, я у нас не хочу играть. Поэтому давайте, наверное, просто нажмём командный бой. А там уж куда закликают, туда закликают. Вот. По поводу никнейма. Возможно, опять же, многие из вас подумают. Блин, ну, чё такого 2000 лайков за то, что ты просто сменишь никнейм на своём основном аккаунте. Вот. Но у меня есть прям, прям триггер по этому поводу, этому вопросу. Если честно, я у нас не очень бы хотел себе потерять никнейм Вайдер. Но, типа, если наберётся, так уж, тогда уж придётся это сделать. Вот. Что за триггер, что это вообще за тема такая, я вам сейчас объясню. Допустим, есть некоторые люди, те же самые перфекционисты. Идеальный пример. Это люди, те, которые просто-просто ненавидят, когда вот что-то где-то неровно, либо что-то лежит не на своих местах. Им прям нужно это всё дело исправить. И нужно, соответственно, прям вот с рощником это всё дело поправить. Также у меня такой же фетиш по поводу никнеймов. Если, допустим, на аккаунте какой-то ник, который мне не нравится, а у меня были многие такие случаи, когда я себе создавал аккаунт с каким-то ником, в этот аккаунт донатил, и причём довольно-таки, ребята, немаленькие деньги. И я такой потом смотрю, ну как-то я стал реже, меньше играть на этом аккаунте. А всё потому, что мне на нём просто-напросто не нравится никнейм. Ну вот, мне нравится никнейм, соответственно, и мне его не хочется качать. А денег как бы бухано много, и ты такой думаешь, ну блин, вот из-за ника ты на нём не играешь, а аккаунт такой прикольный, вот. Поэтому вот такой вот редкий какой-нибудь уникальный ник, вот, допустим, такой же, как Вайдер, мне будет потерять очень-очень больненько. Не хотелось бы, не хотелось бы. Ну окей, раз уж, как говорится, цель у нас уже задана. Цель по лайкам я у нас, в принципе, тоже уже сказал в данном видеоролике. Будет интересно, просру ли я свой ник в итоге или нет. Так, и давайте, чтобы долго не затягивать этот байт, вот, в принципе, если за неделю 2000 лайков у нас наберётся, тогда я уже меняю. Если за неделю у нас не наберётся, тогда всё, я уже никнейм себе менять не буду. Это, как раз таки, я у нас делаю небольшую такую отсылочку на те комментарии, потому что зачастую бывает такое, что я делаю в каком-то ролике розыгрыш, вот, и там говорю какое-то определённое количество лайков, это определённое количество лайков не набирается, допустим, за год, тот же самый, и потом спустя какое-то время это количество лайков у нас набралось. И там начинают комментарии быть, ну, набралось, но после того, как этот видеоролик попал в рекомендации. Вот, и после этого у меня начинают там комментарии высвечиваться в оповещалке, типа, эээ, камон, ты что у нас не выполняешь, то, что говорил. Это, опять же, у нас как раз таким, тот самый момент с комплектами. У меня сейчас какой-то ролик, где я там говорил, типа, ребят, давайте наберём 1000 лайков, и я себе куплю комплект за кристалл на каком-то аккаунте бездонатерском. И получается, он какое-то количество времени не набирал просмотров вообще, и вдруг недавно он у нас вышел в рекоменды, и, соответственно, туда попадают новые зрители. А, как бы, там танки ещё старые, то есть, те времена, когда ещё комплекты продавались на флэше, и мне там ребята такие пишут, типа, камон, у тебя там уже лайки набрались, иди покупай комплект. А, как бы, я уже это сделать не могу. Просто-напросто, потому что, типа, танки у нас изменились, и это нельзя уж сделать. Вот, поэтому, чтобы таких ситуаций у нас не происходило, для этого я и поясняю вот эту всю систему с неделей. Вот, и ещё, есть такой моментик у меня по поводу конкурса. Это будет у нас, я не знаю, такой больше информативный ролик, чтобы, как говорится, вам здесь всё объяснить, сказать. Конкурс, который проводится у нас в начале ролика, на 60, соответственно, контейнеров. Многие, как я понял, у нас не читают описание и подробности этого конкурса, и при этом на стримчик приходят, говорят, вайдер, где итоги. Вот, но, как опять же у нас там говорится в самом конкурсе, подробные описания его есть у нас в описании к ролику, извиняюсь за таталогию. И там, когда вы переходите, чёрно по белому написано, что эти 60 контейнеров разыгрываются каждый месяц. То есть, за месяц, вот у нас, допустим, выходит 30 роликов, и в этих 30 роликах у нас этот самый конкурс. Вот, потом я у нас захожу на стримчики, где-то примерно 30 числа я буду проводить стрим с итогами за этот месяц. Вот, беру все ролики, которые у нас есть за месяц, генерирую через рандом, в каком ролике я буду, соответственно, у нас выбирать комментарии на победителя. И через специальный рандомный сайт мы у нас выбираем победителя. То есть, как это у нас всё дело играется? Не в каждом, ребята, ролике у нас разыгрывается по 60, естественно, контейнеров. Это всё у нас, весь розыгрыш на месяц растянут. И здесь у нас очевидная, как говорится, тактика в этом конкурсе. Чем больше вы у нас роликов пролайкаете, чем больше роликов вы у нас прокомментируете, тем, соответственно, ребята, выше у вас шансы на победу. Всё максимально просто, поэтому участвуйте и, как говорится, выигрывайте эти самые контики. И да, есть ещё, не знаю, такое небольшое действие, как меня танки развели на дополнительные 10 контейнеров. Вообще, я изначально этот конкурс записал, и он изначально был запланирован на как раз-таки 50 контов, потому что магазин у нас, оказывается, в танку лайн поменяли, и теперь вкладочки с 50 контейнерами просто-напросто нету. Вот, я изначально записал этот конкурс на 50 контов, полностью его отмонтировал, отрендерил, уже готовый, захожу, соответственно, в магазинчик, чтобы посмотреть, и такое вижу, ага, а как бы 50 контейнеров где? То есть паком я это всё дело купить не могу. И пришлось это всё дело переделывать заново, писать всё, вставлять, соответственно, я там новый фрагментик придумал, что вот показываю, что вот именно вот эти вот вы у нас можете получить плюхи, и, соответственно, эти плюшки вы у нас заберёте на свой какой-нибудь аккаунт. Вот, и ещё по поводу того, насколько можно часто писать комментарии. Комментарии, ребята, можете писать под роликами, ну, столько, сколько вам не впадло. Типа, один напишите, напишите один, хотите два написать, пишите два, хотите три, три, там, 10, 20, 50, да как устанете, так и перестанете, соответственно, это всё дело у нас отправлять. Но здесь есть ещё одна такая фишка, сильно много комментариев я вам советую тоже не писать, потому что у Ютуба есть такая фишка, как антиспам. И если вы у нас там будете очень много флудить, то он просто-напросто все ваши комментарии удалит. То есть, и они будут видны только лишь исключительно вам. Поэтому, если хотите себе там небольшой шанс подкрутить, напишите два, три, четыре, пять комментов, и всё, как бы на этом, финт аля комедия, закончили. Так, ладно, вот такой вот ролик у нас получился. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, но с вами был Вайдер, всем пока-пока.